Добрый день, дорогие телезрители! Сразу после музыкальной композиции мы продолжим нашу передачу Куншуаха. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Мен тағыда, сені ойлаймын. Мен тағыда, сені аңсаймын. Сен тағыда, көз алдымда елес болдың. Сен тағыда, тағыда. Сенің жүзің шайнайды нұр соқса. Күн әлім сұрланады, сен өзің шоқта. Қарайсың сен маған күлім сүреп. Сол сәттеуіз бағым ма мен сүйсінем. Қарайсың сен маған күлім сүреп. Сол сәттеуіз бағым ма мен сүйсінем. Мен тағыда, сені ойлаймын. Мен тағыда, сені аңсаймын. Сен тағыда, Қыз алғында елес болдың. Сен тағыда, тағыда. Сәзімді өз келерге, Арнамам жаным сенесін бе. Маған қарай, келші жаным, Деп сені шақырсам келесін бе. Айтшы мені өз келерге жаным тағыда. Мен сағын сенем және, Қыз ғанамында сағын сәремін тағы, Қыз ғаным тағы. Өз келер маған енді кереге ме жаным. Сенің күлген естілер жес оқса, Жанымнан кепе, жаным менің тоқта. Қарайсың сен маған күлім сүреп, Сол сәттеуіз бағым ма мен сүйсінем. Қарайсың сен маған күлім сүреп, Сол сәттеуіз бағым ма мен сүйсінем. Мен тағыда сені ойлаймын, Мен тағыда сені аңсаймын. Сен тағыда, қыз алғымда елес болдың, Сен тағыда, тағыда. Сен тағыда, қыз алғымда елес болдың, Сен тағыда, тағыда. Мен тағыда сені ойлаймын, Мен тағыда сені аңсаймын. Сен тағыда, қыз алғымда елес болдың, Сен тағыда, тағыда. Сен тағыда, қыз алғымда елес болдың, Сен тағыда, тағыда. Мен тағыда сені ойлаймын, Мен тағыда сені аңсаймын, Сен тағыда, қыз алғымда елес болдың, Сен тағыда, тағыда. Сен тағыда, қыз алғымда елес болдың, Сен тағыда, тағыда. Сен тағыда, қыз алғымда елес болдың, Сен тағыда, қыз алғымда елес болдыңыз 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 болдыңыз. Сен тағыда, қыз алғымда елес болдыңыз 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 болды� Я надеюсь, что сегодня действительно утро у вас началось с хорошего настроения, тем более сегодня, можно сказать, ваш день, и я бы, пользусь моментом, хотела бы поздравить вас с праздником. Ну, я думаю, что в течение эфира тоже присоединятся, скажем, наши телезрители, которые также поблагодарят вас за ваши добрые дела, ну и, естественно, можно не только позвонить к нам, но и написать на номер WhatsApp, все номера указаны на ваших экранах. Муса, давайте начнем с вас все-таки, так как этот год молодежи уже подходит к завершению, и на следующий год у нас год объявлен годом волонтера. Каким для вас был этот, скажем, уходящий год? Все ли идеи проекта удалось реализовать, скажем так? Какие мероприятия вам больше всего запомнились, проведенные в 2019 году? Именно вами, ваша организация добровольческая? Добрый день, спасибо за приглашение. Ну, этот год был действительно очень плодотворным, было очень много проектов, которые мы в этот год именно и создали, и реализовали. Очень много мероприятий, я помню абсолютно все мероприятия, которые участвовали, мы организовали. Как все знаете, вы в 2017 году мы с Управлением вопросом молодежной политики открыли волонтерский корпус, Ахжаех волонтеры, и ежегодно мы, получается, работаем, обучаем волонтеров, развиваем их. И в этом году мы, после послания президента Тухаева, получается, мы начали работать со всеми колледжами, которые есть у нас в городе. Это 19 колледжей, мы открыли в каждом колледже свои штабы. Получается, сейчас в наших рядах около 3-4 тысячи волонтеров, это которые в городе, еще есть волонтеры, которые находятся у нас в районах. Ну, так, сегодня праздник, но у нас такое, скажем так, не праздничное настроение, так как завтра у нас будет ежегодный слет волонтеров, Ахжаех волонтер Лера, который будет уже третий раз в нашем городе. И завтра мы опять всех собираем на... Ну, это же праздник. Да, праздник, да. Почему не праздничное настроение в преддверии такого масштабного, скажем, мероприятия, когда вы соберетесь всех волонтеров? Ну, естественно, какова будет программа? Будет объявлен Лучший волонтер года? Да, уже как неделю назад мы объявили конкурс Лучший волонтер, и конкурс идет по 4 номинации, получается, это Лучший волонтер, Лучший эко-волонтер, Лучший волонтер-защитник и Лучший волонтерский клуб. И сейчас в порядке 30 или 40 есть заявок. Претенденты. Да, да, претенденты. Мы сегодня, после обеда у нас будет как раз и заседание комиссии. Ну, я помню, что вы сами стали именно Лучшим волонтером года, и сейчас, чуть позже вы расскажете, какие критерии именно отбора Лучшего волонтера. У нас есть телефонный звонок на линии. Алло, добрый день, вы в прямом эфире. Алло. Да. Здравствуйте. Добрый день. Представьте, пожалуйста. Я бабушка Вики Самоделова. Очень приятно. Хочу поздравить всех Всемирным днем волонтеров. Всемирный, это значит, весь мир отмечает этот замечательный праздник. Хочу поблагодарить тех людей, которые уделяют столько внимания таким детям, за ваш благородный труд, за ваш профессионализм, за ваши добрые сердца. Хочу пожелать здоровья, благополучия и всего самого-самого хорошего. Очень-очень радостно, что в жизни этих деток есть такие люди. Вот. Вы знаете, мало сейчас людей, у которых сердце открыто. У вас у всех добрые намерения, сердца открыты. Хочется, чтобы таких людей было побольше. Очень-очень радостно, что есть молодежь, волонтеры, которые занимаются этим благородным делом. Всех-всех благ всем, всем-всем. И Леонору мы очень хорошо знаем, Машеньку. Пусть у них будет все хорошо. Здоровья, счастья, благополучия. Вам всех благ, радости в жизни, солнечных дней побольше. Будьте счастливы. Спасибо, спасибо вам за такие теплые слова. Очень приятно. Это и есть, наверное, самая такая, скажем, главная награда, да, вашего труда. Самая дорогая награда. Еще раз благодарю вас за звонок. И напомню, дорогие друзья, что мы работаем в прямом эфире, поэтому звоните к нам, пишите. Мы с удовольствием ответим на каждый ваш звонок и на каждое сообщение. Действительно, волонтером может стать не каждый, а человек с активной жизненной позицией. Вот как вы, например, у которых есть такое непреодолимое желание изменить мир к лучшему и внести свой вклад в общество. Ведь, согласитесь, человека судят не по его каким-то поступкам, а вернее, человека судят по его поступкам, а не по словам. Когда человек делает добрые дела, то этот человек у нас именно меняет мир к лучшему. Муса, мы прервали вас, пожалуйста, по поводу этого конкурса. Ну, конкурс, получается, в этом году мы изменили только один критерий. И, получается, до этого, получается, предыдущие победители не могли участвовать. Если он победитель в 2017 году, то он не может участвовать на 2018 год. То есть вы теперь не можете принять участие? Нет, я, ну, как бы я и самый главный организатор, и поэтому не участвую. Для меня вот этот организовать такой конкурс, это для меня победа как бы. Большая честь. Да, честь, потому что принимать столько заявок и смотреть, кто... По сути, они все достойны, но надо все равно... Некоторые, например, больше работали, вот это все, конечно, смотрится. Мы в этом году сделали так, что даже победители в прошлом году, в прошлом году, в прошлом году, в 2018 году, они тоже могут участвовать. Мы как бы в этом не ставим границы. И в прошлом году был только лучший волонтер конкурс, а в этот раз мы добавили, получается, номинации такие, как вот эко-волонтер, защитник, волонтерскую... Вот так как у нас есть те волонтеры, которые занимаются, вот, ну, с экологией, волонтеры, есть 20... С животными связано тоже. Да, с животными, получается, есть 20, 20 или даже больше 20 волонтерских клубов, которые развиваются в каких-то колледжах, получается, либо сами где-то открыли клуб и сами работают, такие, как, например, есть в Солнечном Уральск волонтерский клуб, вот. И волонтер-защитник, это, ну, у нас национальная волонтерская сеть в Казахстане, проект ЖНС есть, который они реализуют в каждом регионе. И, вообще, цель этого проекта, это как раз и помогать ветеранам, поживым людям. И поэтому мы добавили именно такую вот номинацию, чтобы их труд тоже бы, как бы, показать всем, что есть волонтеры, которые именно по каким-то сферам отдельно занимаются. Так как у нас следующий год будет год волонтеров, и мы уже сейчас должны знать, то, что волонтерство, оно, как бы, есть определенные свои сферы, в определенных сферах есть свое волонтерство, как бы, вот, в экологии, в спорте, да, вот, в социальной жизни, да, вот. Спасибо, Муса. Я бы хотела теперь предоставить слово и вам. Действительно, вокруг столько людей, которые нуждаются в заботе, поддержке, в любви нашей. И это и, как говорит Муса, и пожилые люди, и одинокие люди, и дети-сироты, но и в это число входит и категория детей именно с ограниченными возможностями. Вот сегодня вы пришли, чтобы тоже рассказать о своей работе. На ваш взгляд, как все-таки развивается волонтерство, вот такой общий вопрос, в нашей области, не будем брать весь Казахстан, а вот в нашей западно-казахстанской области. Что самое главное, вот, волонтерской деятельности? Ну, мне кажется, благодаря таким людям, как Элеонора, независимым, да, которые, ну, самостоятельно принимают решения и самостоятельно выполняют все действия, которые необходимы, но это нелегко, это самая сложная задача, благодаря таким людям и как раз мы больше узнаем про такие семьи, про таких детей. Вот, мы, кстати, так и познакомились. У меня мои женщины, кто занимается йогой, предложили, говорит, Маша, ну, у нас есть же всегда какая-то копеечка, которой мы можем кому-то помочь. Давай детям. Я говорю, я не знаю, где, что, как. В итоге получилось так, что мы смогли 22 хороших подарка 3 года назад приобрести. Нужны были дети, кому, кого порадовать. И пошел запрос по городу в плане того, что нам нужны дети, которым реально нужна помощь, которые подарков не видят, которые, может быть, не ходят в школу, вот не ходят на такие общественные мероприятия, как наши дети, да, там, когда праздники бывают. И у них же прям тоже же целое расписание, что праздник за праздником. Нам дали список, мы поехали по адресам, родители с радостью были. Были дети, когда вообще первый раз к ним кто-то приехал и вообще кто-то первый раз поздравил, даже в школе не поздравляют. Были, оказались дети, которые сидят дома, они вообще даже не выходят на улицу по состоянию здоровья. Кто-то не ходит, у кого-то движение ограничено, у кого-то здоровье просто не позволяет выйти, потому что, ну, вот какие-то моменты, надо сидеть, чтобы была рядом вода и канализация. Все, столько мы увидели, столько моментов. И главное то, что мы поняли, что мы не можем кому-то довериться, просто отдать подарки и все. Мы хотим их сами подарить. Был костюм Деда Мороза, мы нарядились костюм Деда Мороза и пошли дарить. А когда я их увидела, потому что я по образованию учитель физкультуры, закончила наш институт, и тоже, когда была студентом, была каким-то общественным моментом участна. И я когда на них посмотрела, думаю, а я же могу и сама, и им помочь. Вот, и когда уже начала у мам спрашивать, а если бы я вас пригласила к себе, вы ко мне бы пошли? Они говорят, да, мы бы с радостью, а можно? Вы же нас не принимаете, ну, вот, студии, фитнесы и так далее. Я говорю, а если я приму, вы мне поверите, вы мне доверитесь? Своих детей. Да, своих детей. Вот, познакомились благодаря родителям с Элеонорой. Элеонора рассказала специфику тех деток, которые у неё. На этом основании говорят, можно ли я сначала познакомлюсь, чтобы понять, как составить программу, как составить занятия и узнать, какая занятость у них, как часто мы можем встречаться. Ну, вот, уже два года занимаемся, раз в неделю. Вот, Мария, скажите, пожалуйста, ведь сложно, согласитесь, с такими детьми работать. Тем более вы всегда со здоровыми работали, а здесь разные люди, разные дети, мама, у них, у каждого нужно, то есть индивидуальный подход. Если кому-то вы можете дать посложнее какие-то, может быть, задания, а кому-то нужно вот чисто элементарное, да, я по юге. Да, просто у нас индивидуальный подход даже в групповой программе со взрослыми людьми такое бывает. И поэтому для меня не было сложно взять ребёнка, у кого диагноз ДЦП, у кого диагноз аутизм. Вот, кто ДЦП ходит, кто не ходит, кто просто лежит. Вот, и за то время, за эти 15 лет, пока я продолжала свою, уже дальше пошла по профессии учителя физкультуры, ушла в фитнес, ушла в реабилитацию, ушла в йогу, именно йога как реабилитация, у меня достаточно много набралось инструментов и знаний, и поэтому с каждым я понимала, что делать. Вот, и у нас правило такое, что приходит мама, то есть, чем они мне и помогают, чтобы был индивидуальный подход. Я мамам даю задания, показываю упражнения, они же сейчас передо мной это упражнение делают. И, по сути, это домашнее задание им надо, потому что одного раза в неделю, там, даже трёх раз в неделю, таким деткам мало, каждый раз надо заниматься. Дыхание, оно им очень нужно, нам нужно балансировать это всё, объясняя технику. Я с ними устраиваюсь, мама же здесь рядом, она помогает ребёнку. Они уходят домой, практикуют, через неделю мы встречаемся. А если ребёнок не ходит, я понимаю, что что-то нужно делать, у нас есть гамаки, мы вешаем гамаки. У кого-то это будет на коленях, у кого-то это прямо в гамаке, у кого-то это стоит, несмотря на то, что он не ходит, но гамак его поднимет, и он будет чувствовать опору, мы будем пробовать. Вот, у кого-то есть координация движения, то есть за руку, значит, будем это за руку делать. Кто ребятки ходит, бегает, мы с ними ходим и бегаем, но используете упражнения. То есть для них это игровая форма. Они на йогу бегут, как поиграться, но мамы это понимают, что мы делаем упражнения, а я все эти упражнения перевожу в игровую форму. Мы там топаем соседям, а мама знает, что это прекрасное упражнение для стоп и для позвоночника. А я им говорю, давайте соседям потопаем, здесь можно. И они довольны, потому что дома, ну, естественно, какие-то ограничения, кто в квартирах живет. Вот, разные упражнения, там, тележка, они обожают, когда мамы участны, вы не представляете, они светятся, с ними интересно, каждое упражнение. Мария, что мы будем еще делать? Мария, а сейчас, Мария, помните вот это упражнение? У каждого есть любимое упражнение, мы обязательно эти любимые упражнения с ними сделаем. Они горят, вот поэтому с ними легко, интересно. И мамы участны, что самое главное, ребенок выздоровеет тогда, когда участна мама. Спасибо, Мария. Вот побольше бы действительно таких людей. Действительно, вы излучаете сами тепло, и свет, вот чувствуется доброта вашей души. И это очень-очень приятно, что есть такие люди, действительно. Мария, она включает детей и мамы, и на самом деле она права говорить, что здесь не только дети хотят ходить, здесь мамы активизируют. Врослые, да, уже родители, подключаются. Да, конечно, многие мамы, ну, йога, да, ходить, заниматься. В первую очередь лень. Потом у нас идет нехватка времени и так далее. А когда они видят, что есть польза для их ребенка. И тем более результат, да. Да, и ребенок больше активизируется, когда мама вместе и есть результат, то это самый такой, самый лучший выход. Вообще надо вот адаптацию детей вместе с мамами проводить. То, что мы в мир и мы практикуем. Что мы там 4 года назад открылись самостоятельно. Мамы сейчас нас намного больше. На тот момент было 20 мам, 20 детей. Сейчас нас больше. Также эта цифра не говорит о том, что посмотрите, как нас много стало. К сожалению, да, к сожалению, у нас больше появляется особенных детей. Неважно, это психонологическая патология или что-то вот в другой степени. Но у них есть категория, они особенные. И им тоже надо уделять какое-то время, внимание. Я скажу, вот был вопрос о развитии волонтерства вот у нас в Уральске. Мне очень приятно осознавать с прошлого года, когда вот пошла волна волонтеров среди студентов, среди молодежи. Это же так здорово, да? То есть мы приучаем, скажем, наших детей. У меня ребенок в 11 классе, ну как уже подросток, да? И она в этой сфере со мной как бы, да, живет, и она понимает. Но есть дети, которые этого не понимают, то есть избалованные жизнью и так далее, и так далее. И мы хотим, чтобы наше общество стало толерантным. Но мы не хотим начинать с себя. Мы обвиняем всех вокруг, да, окружающих. А есть ли вот таких вот, я вот слушаю Муса, да, вот сказал, что у нас 19 колледжей, и в каждом колледже есть штаб. Это у вас работа за год, за два, да, я так получается, быстро вот все. Это же надо делать, и хорошо, что вот такие инициаторы есть. И мне очень эпонируют парни и девушки, молодежи. Спасибо, Леонор, есть еще телефонный звонок на линии. Алло, здравствуйте. Алло. 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 Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Представьтесь, как вас зовут? Меня зовут Нина. Очень приятно, Нина. Моя фамилия Сударушкина. Я мама двух особенных деток, Семена и Серафима. Хочу поздравить всех с праздником, Днем волонтеров, пожелать всем здоровья, удачи и поблагодарить наших любимых семечек. Это Элеонору, Машу и Айнуру. Очень приятно, что есть такие добрые люди, которые помогают нашим деткам. Особенно хочется сказать огромное, огромное, преогромное спасибо нашей дорогой Элеонорочке. Пожелать всем девочкам здоровья, удачи и счастья. Спасибо вам, Нина. Спасибо, Айнура. Ой, кто-то там добавляет. Мы слышим голос Серафима, да, спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо, Айнура. Спасибо. Давайте поаплодируем. Можете передать привет тоже своим подопечным, Марии, Айнура. Серафим, будьте здоровы, ребята, все будьте здоровы, кто нас смотрит, кто не смотрит, мамочки, кто смотрит. Берегите своих деток. Никогда не опускайте руки. Всегда есть ваши дети, это главное, это ваши цели, это ваш смысл жизни. Рядышком найдутся те люди, кто поможет, поддержит, направит. Всегда все возможно изменить в лучшую сторону. Главное самим идти в эту сторону, в этом направлении. Спасибо, Мария. Есть у нас сообщение от нашей телезрительницы. Айнура, давайте я вам адресую этот вопрос. Ну и, Даурина, я думаю, что вы тоже дополните сейчас. Лаура, добрый день. Я поздравляю гостей в студии с международным праздником. Желаю вам успеха в вашем нелегком труде. Спасибо вам за ваш бескорыстный труд и помощь людям. За то, что вы не остаетесь равнодушными в судьбе каждого, кто к вам обратился и кому вы оказали помощь. Скажите, пожалуйста, волонтерская деятельность – это ваша основная работа или это ваше хобби? И вы по доброте души помогаете. Что повлияло на ваш выбор? Этот вопрос у нас задает наша активная телезрительница Анна. Благодарим вас от всей души, Анна, за ваше активное участие. Есть телефонный звонок. Сейчас вы дали ответить на этот вопрос обязательно. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Добрый день, Орланджоуна. Добрый день. Здравствуйте, гости студии. Мы всех поздравляем с праздником вашим. Я Жанаря, мама Уралбека. Мы с Уралбеком очень рады увидеть сегодня вас, вашу передачу и ваших гостей. Я вижу сейчас наших наставников, наставников наших детей. Спасибо им большое за все, что они делают, за труд их, за работу, что они проделали. Им желаю успехов в работе, счастья семье и всего-всего наилучшего. Отдельное спасибо хочу сказать Леоноре, что она нас поддерживает всегда, показывает в обществе наших детей. Марии спасибо за йогу, которая всегда поддерживает, всегда добрая, отзывчивая, всегда так наших детей приветствует всегда. Айнуре за робототехнику. Так хорошо занимались наши дети, когда они первые делали роботу, футболиста, помним. Спасибо за ваш труд, спасибо за все. Вы красивые, образумные, умные. Мы вас всех любим. Спасибо, Жанарочка. Спасибо, очень приятно. И мы желаем вам так же только успехов, а главное здоровья. И как до этого говорили наши гости, главное, верьте в своих детей. Я уверена, что у них все получится. И с такими наставниками, я думаю, что все барьеры преодолимы. Благодарю. И на предыдущий вопрос, Айнуре, вы помните именно наш вопрос, который задала телезрительница Анна по поводу того, что это ваша основная работа или хобби, или по доброте души вы помогаете. Что повлияло на ваш выбор? Спасибо за вопрос. Всем здравствуйте. Я являюсь тренером, еще раз, клуба робототехники в учебном центре «Эдванс». В прошлом году у меня, именно лично у меня, опыта в этой сфере не так уж много. И вот как я устроилась на работу в учебный центр, получается, на воскресенье у нас организовали, то есть именно организационными вопросами я не занималась, организовали урок, инклюзивный урок по робототехнике для особенных детей. И как первый урок у нас прошел, вот вы задавали вопрос, Мария, несложно ли работать с детьми? С этими детьми, с особенными. Да, с особенными детьми. На самом деле, после таких уроков, наоборот, идет перезарядка, то есть наоборот, загружаешься энерикой. Прилив сил идет? Прилив сил, да. Появляется больше желания жить, что-то делать, вот именно в таком направлении. Ну вот что побудило вас заняться этим делом? В прошлом году мы привели 8 или 9 уроков, инклюзивных уроков ежемесячно по робототехнике. В этом году, к сожалению, нам встретиться пока не удалось. Со второго полугодия я очень надеюсь встретить детей еще раз. Замечательно. Главное, если у вас желание, это же ведь очень важно, что вы хотите помогать, что вам нравятся эти занятия, и вы сами получаете от них вот именно положительную энергию. Добрый день, меня зовут Давырен, я являюсь студентом. Как только я поступил учиться на первом курсе, проходила адаптация, я понял то, что у меня есть очень много свободного времени. И чтобы как-то занять себя, я решил вступить в волонтерский корпус Ален Студентов Казахстана. Для начала это было просто хобби, можно сказать. Ходил со временем, но как только я влился, можно сказать, в эту атмосферу, в этот драйв, в это счастье, мне очень так понравилось. Вступил я в волонтерский корпус в 2017 году, и можно сказать, я очень рад, потому что у нас ежегодно проходят акции «Камкор», то поделись с другим, и «Арда Герлерда, Ардах Таймес», когда мы волонтеры, ну, ходим к ветеранам войны, пожилым людям или к детям. Если, и вот в этот момент, когда ты им так помогаешь, ты видишь счастье на их лице, можно сказать, ну, как вы говорили, самая лучшая награда. Также у нас с ноября по декабрь месяц проходила акция «Поделись с другим», где мы ездили в детскую деревню и обучали детей играть на гитаре, на стольном теннису, в домбере. Вот их активность, их счастье, их радость, когда их обучают, они бегают, все спрашивают, как так, где тут, где нота. Это самое приятное ощущение, скажу вам так. Спасибо вам за искренний ответ. Скажите, пожалуйста, а вот были ли какие-то такие моменты, которые, может быть, сохранились в вашей памяти надолго, вот яркие? Может быть, там ребенок какой-то к вам подбежал, поблагодарил, может быть, вот какие-то особые, какие-то такие яркие, запомнившиеся моменты в вашей жизни? Есть такой момент, обычно я очень люблю играться так с детьми, на мне все костюмы, я их развлекаю. Ну, по вам чувствуется сразу. Так было у меня как-то... С чувством юмора человек. Было у меня как-то, как Аккарлсон, когда мы ездили в 15-ю школу, проводили там свою акцию. Тогда ко мне так подвигали дети. И просили варенья. И пропили. Все его хватали и говорили, давай его закрутим, давай полетаем. Вот этот момент я очень хорошо запомнил. Все-таки детское счастье – это самое лучшее счастье. Спасибо, спасибо, да, Урина Аймур, хотели? Я хочу добавить, да, я вот помню, Жандос подошел ко мне, обнял, да, и говорит, это самый лучший курс или что-то, но я помню вот это объятие. Самый лучший момент в моей жизни, я сказал. Это самый лучший момент в моей жизни, да. Все, Жандосы, все, кажется, помнят. Вот это объятие прям у меня в памяти. Спасибо, Аймур. Я хотела дополнить по поводу вопроса, на который ребята отвечали. Три года назад я стала индивидуальным предпринимателем, когда решила самостоятельно уже преподавать йогу, и, естественно, нужна была регистрация. Когда у меня уже была достаточно возможность кому-то помогать, как предпринимателю, я решила, что я могу сделать. Если, как это привычно, отдавать деньги, мы не знаем, куда они уходят, да, и как они реализуются. Я подумала, задала себе вопрос, что я могу сделать. И вот ответ получила так, что я могу сделать хорошую скидку особенным детям, то есть принимать их, да. А мои же, кто, девочки и мальчики, ну, это взрослые люди, я их называю девочками, ну, взрослые мужчины и женщины, да, которые у меня занимаются, они говорят, Маша, мы тебя поддержим. И вторую половину этих занятий оплачивают они, то есть я не одна. А когда по поводу пожилых людей, я понимаю, что им нужно заниматься и что же с ним делать, ну, как их привлечь к занятиям. Я сделала максимально низкий абонемент на их занятия. Они занимаются три раза в неделю полтора часа, с ними также преподаватель, тренер, но они платят столько же, сколько родители платят за своих детей в секции спортивной. То есть цена одна. И у нас пошли пенсионеры, у нас около 50 пенсионеров, которые ходят, открылась вторая студия, туда тоже набираются пенсионеры. И дети, которые уже выросли дети, они видят, что они могут нам своих родителей доверить. То есть в нашей студии, получается, ну, вот от малого до великого занимаются все. И я горжусь тем, что я могу помочь, мои тренеры готовы помочь. То есть мой коллектив полностью принимает таких людей, и мы рады их видеть. Мы всех людей, которые реально хотят заниматься и не хотят лениться, а хотят результатов выздороветь, мы рады видеть их сейчас. Спасибо, Мария. На счет хобби, это работа, да, можно добавить. Ну, да, мы реализуем проект, да, но спрашивают, да, вот ты как бы там работаешь, там, какой у тебя график, там, такие вопросы бывают, например. На самом деле у меня, я всегда говорю, блин, у меня нету графика. Я, блин, каждый день работаю, можно сказать, да, и, да, круглосусь, и днем, и ночью. Да, потому что когда ты именно то, что любишь, делаешь, да, вот это не замечаешь. Всегда найдешь время, да. Не замечаешь, да, ты идешь, и рано, например, да, утром рано идешь на работу, да, и поздно приходишь. Ну, хотя это тебе не дает такое чувство усталости, да, наоборот, когда до ночи остаешься там с ребятами, наоборот, хочешь остаться больше и больше, и дом забываешь уже. Все там, все идеи, там, встречаешься, мозговой штурм, все у нас в офисе вот это проходит, каворкинги, например, встречаешься. Вот это все очень быстро проходит, и даже не замечаешь, вот как время летит. И я вот всегда говорю, что у меня нету графика, у меня, ну, как бы свободный график, да, ну, несмотря на то, что у тебя свободный график, да, но все равно все мероприятия, которые мы организуем, мы довольно организуем их качественно, потому что сейчас уже, ну, время уже прошло, так скажем, да, мероприятия, которые для мероприятия сейчас молодежи более интересны. Само мероприятия настолько качественно, что проходит, какие там спикеры бывают. Вот, например, два года назад на любой форум, да, мы ходили там, да, там даже не смотрели на программу, а сейчас уже ребята уже смотрят, кто будет, кого приглашают, кто хедлайнер, да, например, вот так. Сейчас надо, если вот что-то организуешь, надо что-то, с чем-то, с изюминкой как-то, да, организовать вот это мир, опять, поэтому вот это все, вот это, когда мы все думаем с ребятами, вот это, даже не смотришь на время, что прошло уже ночь, день, там, вот это все, интернет, весь гугл, ютуб. То есть время летит, не заметишь, да. Я говорю, 24 на 7 мы работаем всегда, я всегда, где представляю, вот наш альянс студентов уральцев, мы, я всегда говорю, что наш инстаграм работает 24 часа, ну, 24 часа, потому что мы действительно 24 часа там в инстаграме всегда. Ну, и публикация делаем, и различные объявления там в сторизах. Вот, и поэтому, да, пишут ребята, которые вот в Дайрект много пишут, студенты вузов, у нас же есть еще 4 вуза, получается, вот именно студенты вузов много пишут, как можно вот войти в волонтерский клуб насчет этого. И ватсап выходит, в этом году очень много было заявок, вот, именно не то, что мы когда вот встречались вот с первокурсниками, а другие студенты, которые вот не увидели нашу презентацию, да, где-то услышали, и много было заявок, которых мы приняли по ватсап, по Дайрект, получается. Да, а насчет вот этого волонтерства, да, вот только что вопрос был, как у нас она развивается, вообще, по республике, смотрите, есть только 3 региона, по моему мнению, это Западная Казанская область, это Алматинская область и Павлодарская область, в которых есть действительно волонтерство, независимое волонтерство у нас есть. А в остальных регионах, да, не хочу сейчас, да, обидеться, да, просто, ну, у нас вся работа, да, у нас, мы очень хорошо это показываем, нашу работу, да. Да, я не знаю, что перебиваю, вот вы же являетесь студентом, да, сейчас на данный момент? Нет, сейчас, в данный момент я магистрант, первый курс. Магистрант, вы заканчиваете, в дальнейшем вашей жизни вы находите основную работу, правильно? У вас есть будет основная работа, будет четкий график, дай бог, если вы сами на себя работаете, самообеспеченным, либо вы с утра до вечера находитесь на работе. У Рязани времени у вас, да, вы сейчас говорите 24 на 7, да, потому что вы молодежь, вы в команде. Полный сил, энергия. Вы полный сил, у вас энергия, это все здорово. У меня к вам вопрос, а вот в дальнейшем у вас появится работа основная, там уже появится семья, вы как вот намеренно планируете, вот дальше смотрите, вот эти все вопросы дальше продумываете, как вы будете заниматься волонтерством? Ну, насчет волонтерства, смотрите, ну, есть, да, этапы свои, да, в жизни, да, вот, например, сейчас вот вы говорите, молодежь, вот это все, энергия, да, ну, сейчас если, да, есть у меня возможность, например, работать 24 часа, значит, надо работать 24 часа. Если у меня, когда, вот, подрослее, если не будет возможности, надо сделать так. То есть здесь у вас идет по возможности, а говорить, что волонтерство – это от души, вы понимаете, я вот о чем хочу сказать. Нет, смотрите. Нет, вас же никто не заставляет заниматься волонтерством, правильно, это ваше внутреннее, вот у каждого человека, который, допустим, работает с моими особенными детьми, здесь никто никого не заставляет. Никто никому не обязан, волонтерство, да. Спасибо даже, когда тебе говорят, я всегда говорю, я, когда вы меня часто благодарите, я не знаю, что ответить вам, понимаете, то есть, если ты работаешь, ну, занимаешься благотворительностью, благотворительность, волонтерство – это две разные сферы. Есть точка соприкосновения в этих сферах всегда, все знают, допустим, мои помощники, знают, что это такое. Вот, когда тебе говорят спасибо, один философ, не помню, какой, сказал, если вы делаете дело за спасибо, то вы его продаете. Это не волонтерство и не благотворительность уже. Но каждое излечение друг друга – это рознь. Здесь идет уже совсем о другом. То есть, волонтерство, я правильно понимаю, это же тоже от души, от сердца, правильно? То есть, вы хотите услышать от молодых людей, что вот в дальнейшем продолжится. Давайте у Даурена. Нет, слушайте, волонтерство для вас, то, что, да, вот вы там… Порыв души, да? Порыв души, или вы хотите все-таки быть на виду, участвовать в форумах, чтобы вас там видели. Отмечали ваши там какие-то… Сейчас, да, смотрите, да, цель, вот, да, изначально, да, волонтерство, когда я узнал, да, в 2015 году, в 2017 году, я думаю, вы знаете, что такое волонтерство, да, для меня это не было, да, вау, волонтерство. Блин, это так круто, потому что этим самим мы занимались в школьные годы, когда не было слова волонтерство, когда не было слова мотивация, вот это, когда не было вот такие слова в нашем обществе, мы все-таки это делали, да. Для меня, оказывается, было мотивация в школьные годы выйти в город, да, потому что я учился в поселке, да, любая возможность выйти в город, это была мотивация, да, смотрите, да, тогда мы не знали, что такое мотивация, да, в школьные годы. Вот мы помогали пожилым людям в поселке, да, были различные субботники, да, например, потом их отменили, да, вот, субботники, например, да, вот это все, да, сейчас и делает волонтерство, да, получается, мы тоже, да, без корыса помогаем сейчас, да, но мы говорим, что это волонтерство, да, хотя мы давно еще начали делать волонтерство. А насчет какой цели, да, например, вы сказали, да, были, быть бы на виду, либо, да, как бы, да, ну, смотрите, потому что, вот, да, я думаю, что на это время эфира ограничено, если можно, вкратце, и да, время тоже. Вкратце, когда, вот, значит, в будущем будет работа, да, вы сказали, почему я, семья, да, семья, вот, почему и занимаемся волонтерством, да, я вот всегда, вот, если работаешь, да, надо искать, ту работу, в которой ты можешь, как бы, не только, вот, на одной, в одну, да, 5 на 2, вот, да, график, да, с 9, там, до 8, да, ну, как получится, надо, если у тебя, если ты действительно будешь искать, да, работу, я думаю, что я не буду искать работу, потому что работа будет искать меня. Да, да, да. Таким условно вас поняли, давайте дадим слово вашему другу, Даврен. Если сейчас, на ответить на вопрос, Элеонора, так, насчет будущего, что вы будете делать в будущем, когда вы растете, так студенты, они безграничны, кто-то уходит, так как мы альянс, так студенты в Казахстане, то каждый год так поступают новые, так студенты. Наша цель, уже в конец учебы, это оставить свою, так, философию, оставить дух волонтерства им, чтобы они так продолжали наше дело, и они, как и мы, будут обучать младшим поколением. Суть вашего, в том, в ваших штабах, я думаю, что вы должны были об этом сказать, что вы там учите правильным правилам волонтерства, вы же этому обучаете. Но в дальнейшем есть желание тоже, как бы ни сложились обстоятельства, где бы вы ни работали, у вас будет семья, раз у вас это есть уже в глубине души, помогать людям, вы говорите, что вы счастливы от того, что вы видите, действительно, горящие глаза, там, счастливые глаза, да, лица своих подопечных, воспитанников, в дальнейшем есть продолжать это дело? Да, не обязательно быть в каком-то штабе или в какой-то организации, чтобы так помогать людям. Можно выйти в свободное время субботы, воскресенье, если выходной. Можно там пойти, так собрать друзей, давайте там кому-то так поможем. Волонтерство – это не только штабы, это идет, можно сказать, от своего желания. Так ты можешь просто и бабушку там перевезти, оплатить за нее что-нибудь. Уступить место в автобусе хотя бы. Это тоже считается за доброту, да. Спасибо, Дауриэн, спасибо. Есть еще у нас такое сообщение от Самоделовой Веры, это тоже ваша мама. Здравствуйте, спасибо большое волонтерам, огромное благодарность Элеоноре, Марии и Айнуре. Мы вас обожаем, от вас пахнет добротой и заботой. Так, еще здесь такой вопрос. Добрый день, а какими проблемами вы сталкиваетесь на пути развития волонтерского движения? И существуют ли какие-то именно преграды, да, для волонтеров? Существуют, однозначно. А они вообще сейчас преграды? Да, вот у парней свои преграды, скажем так. У вас свои, но я думаю, что здесь одним, наверное, сейчас мы не ограничимся одной передачей, одним эфиром. Информация, искажение информации идет. Все говорят, что благотворительство, волонтерство – это пиар. Sorry, ребята, мы живем в таком обществе, где разные люди у всех свое мнение. И каждый думает так, как ему желает. Хочу сказать про Марию. Мария такой человек, что она об этом говорить не будет, она лучше покажет, сделает, но говорить об этом не будет. Кому надо, увидят и подойдут. То же самое, в принципе, у нас и политика у меня в группе среди родителей вот такая вот. И все, кто мне помогает, то есть не мне, моим детям, моим мамам, они все всегда это понимают, что важны результаты и действия. А что скажет вокруг народа? Ну, это сколько человек, столько и мнений. Сколько человек, столько и мнений. У нас остается 4 минуты до окончания эфира. Конечно, я думаю, что в заключении вы тоже хотите сказать свои добрые пожелания, теплые напутствия своим воспитанникам, родителям. Вы, может быть, своим тоже людям, которым вы помогаете, которые тоже можете сейчас смотреть нашу передачу. И очень благодарны вам за ваши добрые дела. Действительно, общаясь с вами, мы еще раз поняли, что мир не без добрых людей. Мне самое главное, я хочу поблагодарить представителей наших волонтерств, потому что это люди, которые работают правильно, о них знают, и они являются примером для молодежи. Я хочу, чтобы вы достойно несли это звание волонтера и были примером для наших младших детей. Я даже не знала, что я называюсь волонтером. Я назовусь волонтером. Но мне приятно делать добро, всегда это делала, и к соседке, к бабушке тоже всегда ходила. Просто потому что я ее люблю, и она рядом со мной. И помогу всегда. Откройте свои сердца, мои хорошие. Наш город очень маленький и очень добрый. Открывайте сердца, открывайте души, доверяйтесь, не бойтесь быть обиженными. Хуже, когда вы что-то не сделаете человеку, которому на самом деле нужна была ваша помощь. Спросите, не делайте, а спросите, могу ли я вам чем-то помочь. И если человеку нужна будет помощь, он обязательно вам откликнется. Помогайте, не стесняйтесь, делайте это. Спасибо, Дорина. Что ж, ребят, с праздником. Спасибо. Нас всех, ну хочу так пожелать остальным людям, чтобы они были всегда хорошими, добрыми. И будьте всегда лучшими не только для других, а главное и для себя. Спасибо. Ну, не буду много говорить. Просто хочу сказать всем, кто сейчас видит прямой эфир. Завтра будет у нас ежегодный третий слет «Ахажая волонтера Лере». Регистрация у нас в инстаграме в Биево получается, ссылка. Вы можете туда зайти, зарегистрироваться. И завтра мы приглашаем тренеров с национального полу тренеров в Казахстане. И чтобы прокачаться, вы можете завтра прийти к нам. Место у нас, как обычно, это будет дворец школьников молодежи. В 10 утра мы начинаем. Всех будем рады видеть. И не забудьте поздравить других волонтеров. Спасибо. Я хочу поблагодарить вас сегодня за участие в нашей программе. Спасибо, что вы пришли сегодня к нам в студию, делили свое время. Пожелать вам хочу только удачи, успех во всех ваших делах и начинаниях. И чтобы и на вашем пути встречались побольше таких же добрых, отзывчивых людей, как вы и сами. Всего вам самого доброго и светлого. Неважно, чем ты можешь помочь людям, делом, словом или деньгами. Важно, чтобы это принесло свой результат. Сделать доброе дело нетрудно. Главное найти себе желание. А на что вы способны ради того, чтобы безвозмездно и не ожидая слов благодарности помочь чужим людям. Я думаю, что сегодня наша сегодняшняя передача послужила для вас примером или источником вдохновения для добрых дел. До свидания и до новых встреч.